Старые стены Старые стены Тут и повелел он строить крепость и нарек ее Порхов Он принял такое решение в 13 веке, чтобы русские войны оберегали границы Руси Крепость было принято строить из этого самого известняка, порха и из камня Хорошо летним днем прогуляться вдоль крепостных стен, почувствовать их тепло, шероховатость Почувствовать тяжесть веков, которыми пропитаны эти старые стены Крепость сейчас затаилась в самом сердце Порхова, в его зелени, тишине и уюте провинциального городка Внутри крепостного кольца тоже буйство к зелени и красок летом Покой под покровом снега зимой и ковер из цветных листьев осенью Время не щадит никого и ничего, и эти стены тоже Сыплется со стен тот самый порх, известняк, прошится и стирается временем Некоторое время назад здесь предполагалась реставрация, но пока она приостановлена, на это были веские причины Красивое место со своей многовековой историей О ней, а еще о долгом и сложном реставрационном пути крепости Мы поговорим сегодня с директором Порховского музея Оксаной Ковалевой Оксана Владимировна, здравствуйте Порховская крепость уникальна по многим моментам В 1239 году новгородским князем Александром Ярославичем, которого мы называем Мудрым И которого потом называли Невским Было принято решение построить ряд городков на Шелоне Таким образом, на данный момент, на сегодня Город Порхов является единственным городом во всей нашей необъятной стране Построенным по приказу Александра Невского Но была построена деревянная крепость Которая свою актуальность потеряла к концу 14 века Поэтому на Новгородском вече в 1386 году Было принято решение возвести в Порхове новый город камен Крепость построили за один теплый сезон В одном километре в 200 метрах к югу от старой крепости И строили из местного камня известняка Он назывался Порх, правильно? Он, да, но, знаете, на этот счет существует очень много легенд Порхов отсюда пошел, не отсюда пошел, от того, что вот здесь местный камень, да? И раньше добывался Поэтому это спорный такой момент Порх, то есть порхлый, мягкий Дело в том, что Порховская крепость никогда не перестраивалась В отличие от других крепостей Никогда не перестраивалась заново То есть были какие-то реставрационные моменты в 1974 году В 80-х годах Но они не являлись глобальными Поэтому те туристы, которые хотят увидеть крепость в первозданном виде Тем более в нашей Порховской крепости Любой турист, грамотный турист Может увидеть стены до огнестрельного периода И после огнестрельного То есть это все наши экскурсоводы Рассказывают детально, понятно, грамотно Доступно любому уровню развития исторических знаний слушателю То есть наша крепость таким образом становится уникальной Еще по некоторым другим моментам Дело в том, что в 1428 году крепость усовершенствовали Во-первых, были увеличены стены Во-вторых, впервые на севере Руси Были созданы пушечные амбразуры Новые фортификационные моменты Характерные исключительно Вот как первая крепость, это Порховская была У нас были захабы Захабы, каменные мешки для поимки И уничтожения противника В 1441 году было проведено еще одно усовершенствование крепости В крепости появились бастии Трансформация бастей затем приведет к возникновению бастионов Порховская крепость является очень интересным фортификационным сооружением Для тех, кто вообще что-либо понимает в истории фортификации, в артиллерии Оксана Владимировна, а вот значение Порховской крепости с точки зрения защитных функций Ее необходимость, насколько это важно было И вот было такое умное решение Александра Мудрого Дело в том, что Порхов защищал Новгородскую республику Потому что с севера шли шведы С запада немцы, с юга запада литовцы И они все шли через наш город на Новгород Таким образом, наша крепость являлась форпостом Новгородской республики И ни разу наша крепость не была взята противником в честном бою Единственный раз у нас оказался предатель Это начало 17 века В 1611 году защищали крепость от шведов Все 20 креплецов, защищавших ворота и стены крепости, погибли Порховские воеводы Иван Мещерский В критический момент приказал открыть крепостные ворота И таким образом шведы попали на территорию крепости Это был единственный раз Чаще всего новгородцы откупались очень большими суммами То есть решались как-то эти конфликты Да, эти конфликты так и разрешались Но затем, когда в 1478 году Порхов вошел в состав московского государства Таким образом, город оказался на второй линии укреплений Защищавший западную границу московского государства И потерял свою значимость Но по своим архитектурным сооружениям Он еще входил в состав 12 самых сильных крепостей России Оксана Владимировна, я вижу, что история Порховской крепости Очень многообразна И много в ней таких переломных моментов Которым действительно этому сооружению Угрожала большая опасность И людям, которые в ней находились Как она пережила Великую Отечественную войну? Во время Великой Отечественной войны На территории крепости Работал агроном Борис Петрович Калачев И никто не знал, что домики, в котором он жил И который, соответственно, располагался на территории крепости Часто проходили встречи Калачева С бежавшими из нашего ДУЛАГа-100 военнопленными Калачев возглавлял подпольную организацию в Порхове И очень помогал тем, кто смог сбежать из этого лагеря И держал связь с партизанами Таким образом, даже во время войны Наша крепость не была закрыта, не была забыта Своего рода тоже велась другая война Война, но только другая война Крепость не пострадала в годы войны? Нет Обошли ее вот эти все перебятия? Ее обошли, да Ну, переходим тогда от Великой Отечественной войны От других таких важных исторических событий К современности Ну, как мы знаем, время не щадит никого И Порховскую крепость тоже И вот осыпается со стены тот самый Порх, известняк Разрушается все-таки со временем Год назад, как мы знаем, начались разговоры о реставрации Порховской крепости Она началась, насколько мне известно Но затем была приостановлена Я так полагаю, на это были веские причины Давайте об этом поговорим Как реставрация началась И, собственно, как потом продолжалась И что мы имеем на сегодняшний день В прошлом году состоялся аукцион на проведение реставрационных работ Порховской крепости, которая выиграла реставрационные компании из города Москвы Был назначен субподрядчик, который начал свои работы в октябре месяце Были поставлены леса Неизвестно, по какой причине крепость начали подготавливать по всему периметру Таким образом, была снята крыша в большой части крепости Крыша была сделана качественно Еще при прошлой реставрации Не пропускала осадки В результате того, что эта крыша была снята над боевым ходом Новая не поставлена Там начались уже разрушения Далее Ну, все-таки октябрь месяц, я так понимаю, осень, да, дожди? Да, и получается, это было уже больше года назад Дальше Была закрыта малая башня Поставлены леса вокруг средней башни И натянута специальная ткань вокруг стен прясел Двух прясел 25 декабря все работы были прекращены Таким образом, с октября по 25 декабря были проведены подготовительные работы Но самой реставрации не началось Следующий этап реставрации начался 23 апреля Тогда к нам пришел новый субподрядчик Сотрудники музея никакого отношения к этому не имеют Так как заказчиком данной реставрации являлся Минкульт Северо-западная дирекция по строительству реставрации и реконструкции А выиграла московская компания То есть ни область, ни район, ни, соответственно, музей Никакого отношения не имели к руководству Какими-то моментами реставрации Абсолютно никакого Объясните тогда, пожалуйста, почему реставрация была-то приостановлена? Насколько мне известно Субподрядчик прекратил работу в связи с тем, что ему не выдали аванс То есть главный подрядчик с ним не рассчитался И работы были приостановлены и к ним вернулись только в апреле Да, вернулись уже с другим новым субподрядчиком Который 23 апреля заступил на работы А уже к 10 июня их закончил Все по той же причине Причине нефинансирования работ Сами работы начались А именно выкладка стен 13-18 мая Когда благоприятная установилась погода Начались более детальные такие работы Которые можно назвать реставрационными моментами Велся авторский надзор Но, к сожалению, человек, который вел авторский надзор Никак не шел на сотрудничество с Порховским музеем То есть сколько мы пытались выйти на этого человека Ну, как-то он и редко очень приезжал Насколько мне говорили строители Очень много для такого короткого момента Было в крепости нарушено Что я имею в виду? Применялся бетон Вот, например, в одном месте четко видно Что не необходимый раствор А именно цемент Просто цемент Это видно и сейчас То есть были нарушены технологии Да, были нарушены технологии Были нарушены технологии Значит, в этом году Мы пригласили независимую комиссию экспертов Которые провели обследование, экспертизу Был сделан акт Мы посылали этот акт И на Вадима Анатольевича Недика И на Михаила Юрьевича Ведерникова Ни музей, ни администрация Мы не сидели сложа руки Видя, что творится в крепости Мы писали очень много писем И я обращалась И администрация наша обращалась Уже после того, как реставрация Так, если можно назвать Прекратилась Чтобы обратили внимание Что такой реставрации мы не хотим Там еще был третий субподрядчик У которого работали абсолютно Непрофессиональные строители Которые не имели права Не то, что Они имели права только быть Подсобными рабочими Которыми командовал грамотный бригадив Но никак не каменщиками И не реставрационными рабочими Ну, я видела в соцсетях Много писали о том Что и местные говорили И сотрудники музея вашего Говорили о том, что Даже некоторые как будто бы Первый раз видели Какие-то лопатки Какие-то инструменты Это все правда, да? Да, это так и есть Работали школьники Трудовых договоров Не было заключено с людьми Деньги также не платились Сработал вот этот принцип Лучше нам не надо никак Чем вот так, правильно? Да, да Вот поэтому Значит, состоялся В этом году состоялся Очередной аукцион И 8 октября Были подведены итоги Конкурс выиграла Опять же, московская фирма Приезжает почти каждый месяц Мы с ними очень тесно работаем Мы встречаемся Получила права На ведение Авторского надзора То есть, сами себя будут наблюдать И затем они опять же Приедут в Порхов Встречаться с администрацией И у района И в музее Чтобы решать вопросы Чтобы не повторили Такая же ситуация Потому что Мы этого не хотим Общественность Очень переживает За дальнейшую судьбу Порховской крепости Вот на сегодняшний день Тогда что мы имеем? Идут подготовительные работы К реставрации Насколько я понимаю Документационные? Нет, документальные Только с документами Сейчас Только с документами Потому что сейчас Мы будем писать Ходотайство О том Чтобы Понимаете Крепость На тот момент Когда началась Реставрация Тогда Она сейчас хуже выглядит После вот Несостоявшихся Вот этих вот Реставрационных работ Тогда давайте поговорим О том Что запланировано На реставрацию Вот Документация заполняется Понятно Что будет сделано Тогда Будет ли переделываться Вот старые работы Вот эти Которые сделаны были? Сейчас Будем работать над тем Чтобы Понимаете Там Дополнительные работы Возникают Если раньше Можно было просто Открыли Верхний пласт крепости Крепость стоит В таком состоянии Уже год Поэтому Верхняя часть Из лесника Стала очень Рыхлой Пошли Разрушения Кладка Стала Вот стены Ведь у нас Двойные Практически А в некоторых местах Кладка стала Понимаете Вот стена И вот стена Которые докладывали И между ними Появляются расстояния Это специалист Наверное Может объяснить Поэтому сейчас Будут увеличены Количество работ Самих работ Будет увеличено Должна быть Увеличена Сумма Не 142 миллиона Всего 142 миллиона Это не та сумма Которая необходима Для полноценной Реставрации Абсолютно не та Раньше она была 144 миллиона Сейчас 142 Сколько необходимо? Ну на этот вопрос Сложно ответить? Вы знаете Ответить сложно Но те кто у нас Здесь был Специалисты Потому что Даже вот когда Перед началом Конкурса К нам приезжало Очень много фирм Смотреть В каком состоянии Крепость И многие Посмотрев на нее Отказались Потому что говорили И объем Работ совершенно другой Чем прописан в проекте И сумма должна быть Совсем другая Вот сейчас Над этим Как раз и будет работать Комитет по охране Объектов культурного Наследия О том чтобы Был прописан Как есть сейчас Объем На данный момент Потому что он будет Увеличен Говорили как раз о том Что объем работ Будет увеличен И на тот объем работ Который Необходимо выполнить Для достойной Реставрации Для правильной Для грамотной Реставрации Потому что например Та выкладка Та стена Там буквально Несколько квадратных метров Которая реставрировалась Как бы опытными Каменщиками В мае этого года Уже Выпадают Камни А насколько вообще сложно Работать с этим объектом Вот вы говорите Очень сложно Очень сложно Это зависит от материала крепости Это зависит от профессионализма Это зависит исключительно От порядочности подрядчика Который будет делать Правильный раствор Понимаете Не жалеть Строительные материалы А делать правильный Грамотный раствор Какой должен быть Чтобы камни вот так Не прошло полгода Они просто уже свалились Выпали И если бы вот этот специалист Нам сделал Например Хотя бы одно прясло Мы бы получили Это просто понимаете Это не реставрация Это строительство Оксана Владимировна Скажите пожалуйста Вот в этом всем ключе тогда Ощущается ли поддержка Администрации области В этом вопросе Очень тесно работает С областью администрация Нашего района К нам по вопросу Реставрации крепости Приезжал федеральный инспектор Калинин К которому я ходила На прием И который обещал Помогать Я думаю Что наша крепость На слуху Администрации области У самого Михаила Юрьевича Ведерникова Потому что у нас Действительно Шла тесная Тесная работа Крик о помощи О том что нельзя Эту крепость бросать В том состоянии В котором ее оставили После этих строительных работ Хорошо Оксана Владимировна Давайте тогда подведем Такой небольшой итог Вот эти все мучения Вот эти все перипетии Тянется реставрация Ищут подрядчика Ищут специалистов Которые бы сделали Хорошо и качественно Все это Нужно ли делать Ради притока туристов Которые сейчас Вот есть В Порховской крепости В Порховском районе Оно того стоит Вот скажите Понимаете Здесь вопрос уже Идет не только о туристах Так Это наше наследие Которое мы должны Передать своим потомкам Эта крепость Состояла с 1387 года До нашего времени И до начала реставрации Да Она находилась Не в очень хорошем состоянии Но Мы обязаны Просто ее сохранить По поводу туристов Я думаю Что если действительно Произойдет чудо Реставрация пройдет Грамотно Качественно Мы сделаем Мы сейчас работаем Над концепцией Развития музея Как раз в крепости У нас столько Интересных задумок О которых я не буду Сейчас говорить Чтобы это было Действительно интересно И таким образом Турист Приехав в нашу крепость Увидит не только Архитектурный Памятник Фортификационный Памятник Но еще Некоторые такие моменты Будут Есть несколько таких Очень задумок Интересных Не только Не квесты Не только Это само собой Нет Более так сказать Значимые моменты Которые мы Предложим Туристу Я не хочу сейчас Это раскрывать Пока Потому что это в разработке Хорошо Спасибо Оксана Интересно Заинтриговали Нет Мы оставим Пускай Слушатели Наши Будут Такой небольшой Интриги Насколько я знаю Я была в Порховской крепости У вас летом У вас сейчас Очень уютно В принципе Очень уютно Все такое зеленое Красивое Крепость окружена И внутри Вы так замечательно Все это Ухаживаете Сажаете И растения И деревья И прочее Там просто Можно гулять Отдыхать И мне кажется Это и нужно Туристу Которые приезжают Профициальные города Которые находятся На пути В исследовании Мы тоже будем Над этим работать Как раз Если вы были У нас в крепости Вы видели Тропу здоровья Мы хотим Ее полностью Обновить Увеличить В длине И поработать Над Тропой здоровья В плане Увеличения Трав По видам По значению Своему Сделать Цветочные часы У нас были Уже часы Солнечные Солнечные часы Сделать Совсем В другом виде Сделать Цветочные часы Они у нас Когда-то были Работали у нас Хорошие специалисты Агрономы Задумки есть Задумок много Единственный минус Многие яблони Уже приходят В такой вид Приходится нам Их спиливать Приходится нам Убирать И вокруг крепости Вообще В этом году Мы провели Максимально возможное Количество Субботников Чистота Визуально Сразу ощутимо Спасибо вам большое Очень интересно Вы рассказываете Про свою крепость Про свое детище Я благодарю вас За участие В нашей программе Благодарю за информацию За интересную Надеюсь она будет полезна Нашим радиослушателям И желаю вам удачи В реставрации В этом долгом Трудном процессе Всего доброго Оксана Владимировна До свидания До свидания Итак о процессе Реставрации Порховской крепости Мы говорили сегодня С директором Порховского музея Оксаной Ковалевой У микрофона была Елена Яковлева Я прощаюсь с вами До свидания Редактор субтитров А.Семкин